Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Рынок падает, да! Но пока это происходит в этом видео, я хочу рассказать про монеты NFT, которые я хочу купить, если это падение продолжится. Я бы очень хотел бы, чтобы оно продолжилось, и я купил как можно больше классных монеток подешевле. И кстати, если ты хочешь, чтобы подобного плана видео приходили к тебе как можно быстрее, нажми на колокольчик и выбери все уведомления, так ты не пропустишь ни одного моего видеоролика. Перед тем, как перейти к контенту, я хочу уточнить два момента. Первый из них, я уже держу некоторые из этих криптовалют, и поэтому топлю за них, что логично. И поэтому я желаю им большого развития и роста. И второй момент, монеты, о которых мы будем говорить, в основном являются очень рискованными, поэтому вкладывать в них можно не более 5 или 10% своего депозита. Но зато они могут дать очень много иксов, потенциально. Однако на медвежьих рынках они могут потерять до 98% своей стоимости. После медвежьих рынков не все такие рискованные альткоины выживают. Именно поэтому как минимум 20 или 25% твоего портфеля должны быть в биткоине или эфириуме. Никогда не инвестируй деньги, потеря которых фактически уничтожит тебя. Итак, начнем с первой криптовалюты, которую я докупаю на падении. Это Аваланч. Я уже не раз о нем говорил и покупал его впервые за 30 долларов. Меня очень вдохновляет, как сильно он держится на этом падении биткоина. Можно сказать, что он почти не упал в то время, как биткоин и весь крипторынок сыпался. Я уже объяснял, что такое Аваланч в прошлых своих видео. Сегодня же я хочу сказать, что если он упадет до 50 долларов, я буду массивно и агрессивно покупать его на этих отметках. Потому что я верю, что в будущем он покажет себя не хуже Соланы. Исходя из этого, второй монеты я рассматриваю одну из крупнейших децентрализованных бирж, построенных на Аваланч. Это Джоуи. С ростом Аваланч и она, конечно же, будет расти. На графике цены этой криптовалюты мы видим очень-очень хороший уровень, который в прошлом был сопротивлением, а сейчас превратился в поддержку. Если биткоин продолжит падать и цена Джоуи достигнет этого уровня, я буду подбирать эту монету. После того, как биткоин найдет свое дно и продолжит расти к своему новому историческому пику, я думаю, у Джоуи есть потенциал сделать как минимум 5 иксов. Опять же, все зависит от развития экосистемы Аваланч, в которую я верю. Третья монета это Солана. Солана агрессивно пампилась пару месяцев подряд. Сейчас она находится в точке решения, в какую же сторону цена двинется. Если прямо сейчас первая цель по СПР будет достигнута и превращена в поддержку, нас ожидает рост вплоть до второй цели по СПР. Это около 180-190 долларов. И как ты видишь, вот этот уровень долгое время выступал в качестве то поддержки, то сопротивления. Вот здесь он был поддержкой, вот здесь был сопротивлением. Поэтому он очень важен сейчас. Как видишь, в 20-х числах сентября этот уровень был пробит. Повторный его ретест оказался неуспешным. И сейчас мы идем на еще один ретест этого уровня. Если второй ретест окажется неуспешен, то нас может ожидать падение до вот этих линий СПР, которые обычно служат очень сильной линией поддержки, как мы помним. Особенно средняя линия является самой сильной поддержкой из всех трех. Поэтому если Солана упадет в диапазон от 80 до 100 долларов, я буду ее покупать очень агрессивно и массивно. Крайнее падение Соланы можно связать с падением биткоина. Однако, я думаю, что на эти падения очень повлияли перезапуски сети Солана после атаки на нее. Некоторое время Солана даже не работала, и поэтому многие начали испытывать сомнения по отношению к Солане после этого. Но я общался с некоторыми разработчиками, которые работают с Соланой, и они говорили, что к Солане все равно остается большой интерес со стороны разработчиков. Поэтому Солана после падения может быть очень-очень вкусной покупкой. Если Солана для тебя уже слишком жирная, можно посмотреть в сторону альткоинов, которые на ней построены. Например, как наша четвертая монетка, это Атлас, которая и построена на Солане. Это очень свежий проект, запущенный буквально в начале сентября. Поэтому меня не смущает вот такой быстрый и резкий памп в самом начале, который перешел вот это длительное падение. Свежие проекты, особенно после листинга на крупные биржи, такие как Binance, FTX и другие, обычно переживают подобные пампы в самом начале. Затем цена начинает расти уже с развитием проекта. Атлас для меня выглядит все еще дороговато даже по такой цене. Я бы подбирал его по цене от 4 центов, это является сильнейшей поддержкой по линиям CPR вот здесь, до 6 центов. Это уровень коррекции 0.236 по Fibonacci. В этом диапазоне покупка этой монеты для меня выглядит очень-очень вкусной. К тому же 3 миллиарда долларов, залоченных в этой монете, для меня выглядит очень большой суммой. Я бы подождал хотя бы 1 миллиарда, и то будет многовато. Атлас имеет все шансы стать лидером криптоигровой индустрии от Соланы. Также с ростом Соланы и этот проект будет расти. Я думаю, что это тот проект, который вполне может дать как минимум 10 иксов. Поэтому в случае, если он будет торговаться в диапазоне от 4 до 6 центов, я буду покупать его так же агрессивно, как и Солану. Еще один игровой проект, на который я положил глаз, это UFO Gaming. Я узнал о нем от Алекса Бекера, иностранного криптоблогера. Я даже пообщался с его разработчиками. Фактически, это криптоигра, чем-то похожая на Axie Infinity, где можно будет даже арендовать виртуальную землю, или же наоборот сдавать ее в аренду, получая токены этого проекта. Токены используются для всех видов деятельности, например, для создания NFT персонажей и выполнения квестов. Если посмотреть на цену этой монетки, то можно найти очень-очень интересный уровень, который раньше служил сопротивлением, а теперь поддержкой. Совсем недавно от этого уровня мы оттолкнулись. Если мы увидим очередную просадку на рынке, если биткоин продолжит падать, то я с удовольствием прикуплю эту монету. Тем более, что сами разработчики планируют интегрировать эту NFT-криптоигру с другими блокчейнами, Sandbox, Solana, Binance Smart Chain, Cardano и другими. Я думаю, что этот игровой токен будет очень-очень неплох в будущем. Следующая монетка, ты и так знаешь почему и как, это SushiSwap. Я уже не раз говорил, что я люблю эту монетку. Децентрализованные биржи, как по мне, будут очень хорошо развиваться в том свете, что централизованные сейчас преследуются регуляторами, например, Binance. А такие страны, как Южная Корея и Китай, и вовсе собираются закрыть большую часть централизованных бирж. Поэтому лично мне кажется, что децентрализованные биржи будут испытывать растущий спрос, а значит их нативные токены имеют все шансы на успех. Также SushiSwap сейчас работает над созданием своего конкурента для OpenSea, NFT-макетплейса для Эфириума. Посмотри на его цену. Она сейчас существенно откатилась от своих пиковых значений и выглядит для меня очень вкусной. Я бы хотел увидеть падение цены где-то до 4-6 долларов. Вот эти уровни выглядят глобальной возможностью докупать SushiSwap. Я думаю, что из всех монет, кроме Solana, что мы сегодня рассматривали, SushiSwap является одной из самых безопасных в плане риска. Хотя и тоже достаточно рискованный проект. И если мы уже говорим о DEX, децентрализованных биржах, следующей монетой является нативный токен DEXа Osmosis. Эта децентрализованная биржа построена на базе блокчейна Cosmos, экосистему которого я считаю достаточно перспективной. Я уже сам о ней рассказывал и недавно о ней выпускал видео Coin Bureau, популярный англоязычный блогер, у которого больше миллиона подписчиков. Cosmos, Avalanche, Polkadot – очень перспективные экосистемы. С ростом Cosmos и его децентрализованная биржа будет неплохо расти. Как мы видим, она уже достаточно неплохо выросла. Если будет очередное падение биткоина, я бы подбирал эту монету в диапазоне от 3 до 5 долларов. Ну и наконец, последняя монета, которую я бы подбирал, если бы крипторынок продолжил падение – это Moon River Network. Это один из первых парачейнов, совместимый с экосистемой эфира, запущенный на кусами. А запущен он был 26 августа. Я думаю, быть одними из первых, кто инвестировал в такой свежий проект, может быть довольно прибыльно в перспективе. Однако ее цена уже успела дать около 4х с начала запуска, хотя и с тех пор немножко откатилась. Я вижу здесь один очень крутой уровень, и если бы цена Moon River обрушилась бы до него, я бы покупал ее очень-очень агрессивно. Поэтому я надеюсь, что биткоин продолжит падать. Но здесь мы видим что-то вроде падающего клина. Обычно из таких формаций цена выходит вверх, если ничего такого не приключается. Но даже не обращая внимания на технические показатели, фундаментально этот проект выглядит очень-очень многообещающе. Я думаю, он легко может вернуть свой исторический пик, как минимум, особенно если сеть Kusama продолжит расти. Итак, мы прошлись по криптовалютам, а теперь я хочу перейти к NFT. Я длительное время не понимал хайпа вокруг NFT. Кому вообще в голову может прийти покупать какие-то картинки за такие деньги? Но кроме этого, нужно признаться, что я никогда не мог понять и коллекционеров, которые покупают настоящие предметы искусства за баснословные деньги. Но чем больше я вникаю в NFT сейчас, чем больше я начинаю понимать метавселенную, тем больше начинаю восторгаться этим. Дело в том, что за последние несколько месяцев прибыли, генерируемые в NFT, намного опередили те, которые получают криптовалюты за это же время. Да, есть множество NFT, ценность которых со временем только падает. Но дело в том, что и среди альткоинов есть множество, которые тоже только падают. Иногда даже до нуля. Например, Сабдакс NFT 30 июля стоили 0,1 эфириума, а сегодня уже больше 5 эфиров. При этом самый дешевый Сабдакс сейчас стоит чуть более 4 эфиров. То есть за 2 месяца. 45 иксов. 45 иксов за 2 месяца. Покажи мне криптовалюту, которая за эти 2 месяца сделала 45 иксов. Таких найти можно очень-очень мало. Может быть, Солана еще несколько. Вот почему я подчеркиваю. Обрати свое внимание на сектор NFT. Биткоин падает, крипторынок теряет почти триллион долларов капитализации, а NFT дает 45 иксов в это же время. Большинство людей не понимает NFT так же, как это не понимал я. Это нормально, но теперь я пытаюсь объяснить это всем. NFT очень перспективны. Особенно учитывая то, что SEC и регуляторы сейчас плотно занимаются DeFi. Как думаешь, куда пойдут все эти деньги из DeFi с увеличением давления SEC на DeFi? Они пойдут в NFT, которые комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC никак не сможет назвать ценной бумагой. Это достаточно сложно сделать. Ведь это же просто предметы коллекционирования. Так что регулятивный шок для большей части криптовалют может сопровождаться падением, а для некоторых даже смертью. Но для NFT мне кажется, что регулятивное давление, наоборот, является очень бычьим нарративом. Еще один пример CoolCats. 1 июля 2021 года стоили 0,03 эфириума. Сейчас же стоит 10,5 эфиров. При этом самый дешевый CoolCats NFT стоит 7,5 эфиров. Если ты купил эту NFT за 0,03 эфира 3 месяца назад, ты сейчас продашь за 7,5 минимум. Это 250 иксов за 3 месяца, за июль, август и сентябрь, пока биткоин падал, пока разбивал сердца трейдерам. NFT дают 250 иксов. Кроме этого, CoolCats еще и пассивный доход предлагает. Чтобы заработать на криптовалюте, нужно найти самые важные изменения в этой индустрии и инвестировать в них. Пойми, задача распознать это на самых ранних этапах. Если ты будешь слишком медленным, ты пропустишь все эти возможности. Ну а сейчас не финансовый совет. Просто тот NFT, который сейчас захватывает мое внимание, это MonsterBuds. Это NFT-игра, где ты можешь выращивать, размножать и еще кое-что делать. Я не буду это озвучивать, а то YouTube-цензура все-таки. Это очень молодой NFT-проект, который буквально недавно стартовал. Он настолько молод, что даже до сих пор не прошел верификацию на OpenSea. Поэтому сейчас очень много мошенников развелось, которые им притворяются. Поэтому нужно быть осторожным. Я уже купил несколько MonsterBuds по цене 0,3 эфира за штуку. Прямо на OpenSea. Но я точно не могу сказать, насколько большим этот проект будет, насколько он вырастет и так далее. Что меня привлекло в нем, это то, что этот проект новый и еще не вырос так, как это сделали CoolCats и SubDucks. Кроме этого, сама игра очень похожа на Axie Infinity. Скорее всего, ты помнишь эту игру и то, как вырос ее токен. Я напомню, как вырос ее токен. Буквально с 20 рублей до 7 тысяч на протяжении одного года. Также художник, который создал этот новый NFT, уже создавал NFT в прошлом. Такие, как, например, NugFungibleBones NFT. Этот NFT несколько недель подряд очень сильно хайпил в Твиттере, был невероятно популярен. Так что MonsterBuds это как Axie Infinity от хорошего художника с хорошей репутацией. Вот почему я обратил внимание на этот молодой NFT. Итак, это все монеты, которые я бы хотел подбирать на еще больших просадках рынка. Я верю, что после всех этих потрясений на рынке нас ожидает большой рост. Я готовлюсь к нему сейчас, на падение. При этом я выбираю монеты, которые не просто качественные, но и обитают в новейших, еще не исчерпавших свой потенциал экосистемах. Это Solana, Avalanche, Polkadot, Cosmos и NFT. Но это не финансовый совет, а всего лишь ключи от криптовалютного мира, которые я передаю тебе. И если тебе это нравится, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых выпусках. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok